Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о послании святого апостола Павла к филиппийцам. И сегодня мы читаем четвертую главу. Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Я и прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в богоествовании вместе со мной, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Апостол выбирает самые теплые слова по отношению к филиппийцам. Он говорит, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте в Господе, возлюбленные. И, сказав это, он обращается к неким двум христианкам, одну из которых зовут Еводия, другую Синтихия, и, очевидно, между ними какой-то конфликт, между ними какое-то непонимание. И мы видим, как апостол реагирует на эту необходимость как-то поправить. Он не ругается, не уничижает, но он, во-первых, хвалит их, во-вторых, умоляет. Он говорит о том, что и Еводия, и Синтихия – это заслуженные люди, они подвязались к богоествованию вместе со мной и с Климентом, и прочими сотрудниками моими. То есть мы видим, как апостол реагирует на конфликт. Он подчеркивает, что он любит и он благодарен и Еводии, и Синтихии. Они сотрудники, они в книге жизни, они подвязались вместе с ним, и он, желая угасить этот конфликт, он не пытается встать на ту, в другую сторону. Он не говорит, Еводия права, а Синтихия не права, или, наоборот, Синтихия права. Он подчеркивает, что есть нечто более важное в них самих и в их служении, ради чего стоит этот конфликт просто оставить. Апостол разрешает конфликт не тем, что он становится на чью-то сторону, а тем, что он говорит, что все мы на одной стороне, и все мы на стороне Господа. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Апостол обращается к нам с повелением радоваться, и это может показаться немножко странным и непонятным, потому что, ну а как можно повелеть человеку радоваться, как можно заповедать радоваться? Ну, радость — это вроде эмоция. Я вот могу быть сегодня в плохом настроении, а завтра в хорошем. Я бы, может быть, и не против, был бы радоваться, оно как-то приятнее, но как я могу это контролировать? И апостол исходит из того, что радость — это все-таки что-то, что находится в нашей воле. Почему? Мы можем выстраивать свое сердце таким образом, что оно будет более склонно к радости. И это благодарное сердце, в котором живет благодарность, в котором живет надежда, и которая способна и готова замечать нечто доброе и хорошее в людях. Ну, например, вернемся к Еводе и Синтихии. Наверное, кто-то из нас на месте апостола мог бы увидеть этих двух конфликтующих женщин и сказать, ну вот, вечно с ними одни огорчения, вечно они ругаются между собою, у них у обоих чудовищный характер, вообще ужасно, что они находятся в нашей общине, и, конечно, это наполнило бы его сердце горечью. Но апостол перед лицом этой ситуации, он находит нечто доброе, он находит, за что их похвалить, он находит, чему порадоваться. То есть радость — это некий выбор, это решение замечать в жизни хорошее. И когда человек принимает такое решение радоваться и надеяться, то его эмоции следуют за этим. Мы не можем контролировать эмоции непосредственно, у нас мало действительно власти очень, но мы можем контролировать их косвенно. Когда мы вырабатываем определенное отношение к жизни, эмоции следуют за этим. Мы научаемся радоваться. Есть то, что помогает нам радоваться, есть то, что помогает радости расти в нашем сердце, есть то, что эту радость убивает, и, конечно, ее убивает. Ропот и то, что в наше время называют пессимизмом, на самом деле такое уныние. Это неверие в то, что Бог действует в мире, неверие в то, что Бог действует в нашей жизни, неверие в то, что Бог обратит все ко благу. И, конечно же, в первую очередь радость убивает ропот, то есть, когда мы начинаем высказывать наше недовольство нашими обстоятельствами или другими людьми. Иногда люди считают, что, наоборот, ропот — это что-то хорошее, что когда мы ропщем, мы там кого-то ругаем, там, не знаю, ругаем соседей, ругаем других христиан, ругаем гражданские власти, ругаем церковные власти. Это каким-то образом помогает миру исправиться. Нет, это не помогает миру исправиться, это только лишает нас радости. И всегда радоваться — это значит отказаться от ропота, отказаться от мятежа и принимать то, что для нас делает Господь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Что такое кротость? Это добродетель противоположной ярости и гневу. То есть, кроткий человек, он не приходит в ярость, он не проявляет враждебности. Когда он сталкивается с чем-то неприятным или даже с чем-то объективно плохим, он реагирует на это кротко, без вражды, без ненависти. И вот это должно быть известно всем человекам. Почему? Потому что люди, как правило, склонны вести себя агрессивно, не кротко. Люди впадают в перепалки, в препирательство по самым разным поводам, чрезвычайно глупым, чрезвычайно бессмысленным. Но всегда можно видеть, особенно сейчас в социальных сетях, как люди грубо ругаются. И человек, который на этом фоне не ругается, человек, который ведет себя кротко, сдержанно, уважительно к собеседникам, он уже сильно выделяется этим. И мы должны быть известны во всех напряженных, во всех конфликтных ситуациях тем, что мы не впадаем в ярость и в гнев, мы ведем себя кротко. Почему? Потому что Господь близко. Мы, как бы пребывая в присутствии Господа, призваны вести себя кротко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мы помним наставление, которое Господь дает в Евангелии, не заботясь ни о чем, довольно для каждого дня своей заботы. И речь, конечно, здесь не идет о том, что можно ничего не делать на диване лежать, напротив мы призваны трудиться, призваны служить Богу. Мы должны освободиться и отказаться от заботы в смысле беспокойства, когда человек изводится, когда человек думает, будет ли у меня пропитание, будет ли у меня все необходимое, будет ли у меня пища и одежда, как сложатся мои отношения с другими людьми, не потеряю ли я работу, не случатся ли какие-то бедствия. И человек постоянно себя этим изводит. Это одна из... такая вот особенность человеческой психологии. Это очень распространенная проблема, как какой-то острослов. По-моему, Марк Твен, если я не путаю, сказал, что жизнь моя была полна ужаснейших несчастий, большинство из которых так и не произошло. Человек склонен терзаться и бояться абсолютно на пустом месте. И апостол предлагает от этого лекарство. В молитве с прошением и благодарением открывайте свои желания пред Богом. Приносите эту Богу в молитве, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христа Иисуса. Не значит, что мир Божий исполнит все ваши желания. Он соблюдет... нет, он соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христа Иисуса. Это важнее. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научили, что приняли и что слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Апостол говорит, что мы должны помышлять о том, что хорошо, о том, что истина, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, добродетель и похвала. Это один из рецептов радости, потому что часто люди помышляют о том, что, наоборот, плохо и нечестно, и несправедливо, и грязно, и нелюбезно, и отвратительно, и постоянно полны по этому поводу горящие гнева. Апостол говорит, нет, вот помышляйте о том, что хорошо, и это будет менять вашу жизнь. Далее апостол продолжает. Хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале богоествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даяниям и принятиям, кроме вас одних. Вы, Фессалонику, раз и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как боговонное курение, жертву богоприятную, богоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом Иисусом. Апостол пишет о том, что филиппийцы заботятся о нем, он весьма возрадовался. И он говорит, что они и раньше заботились, но вот не богоприятствовали обстоятельства. О чем здесь идет речь? Апостол сидит в вузах, он не может зарабатывать себе на жизнь сам. И римская тюрьма была устроена таким образом, что государство узников не содержало, а необходимо было, чтобы узников кормили их друзья или родственники, оставшиеся на воле. А если их никто не кормил, им предоставлялось просто помереть с голоду. И поэтому поддерживать узников, которые находятся в тюрьме, было очень важной обязанностью тех, кто находился на воле, и в данном случае христиан в филиппах. И апостол говорит, что хотя он готов терпеть скудость, он благодарен за поддержку со стороны филиппийцев, поскольку это плод умножающийся в их пользу. Здесь, как и во многих других местах Священного Писания, апостол говорит о необходимости для христианина поддерживать церковь, поддерживать ее миссионерские усилия, поддерживать ее функционирование в целом. Потому что церковь несет свою миссию, церковь проповедует Слово Божие благодаря тому, что христиане ее поддерживают в частности финансово. И вопрос, который часто вызывает нарекания, часто дает почву для какой-то клеветы, для каких-то нападок, но апостол его неоднократно упоминает. И он говорит, я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как боговонное курение, жертву приятную, богоугодную Богу. Финансовые пожертвования христиан на поддержание церкви – это жертва приятная, богоугодная Богу. Мы прямо угождаем Богу, когда мы жертвуем на поддержку церкви. И апостол говорит, что Бог это видит и Бог воздаст. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе и Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему, слава во веки веков. Аминь. И апостол завершает свое послание приветствиями. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас, находящиеся со мной, братья. Приветствуют вас все святые наипачи из Кесарева дома. Кесарев дом – это дворец Кесарев, и там тоже есть христиане, и они приветствуют своих братьев-христиан. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Завершает свое послание апостол. Мы с вами читали четвертую заключительную главу послания святого апостола Павла к филиппийцам. И делаем мы это в рамках библейского портала «Экзегет.ру». «Экзегет.ру».